В пленарном заседании 27-го съезда ведущей партии страны принял участие президент России Владимир Путин. Он высоко оценил деятельность Единой России и призвал членов партии честно обозначить проблемы страны и настойчиво их решать. При этом, конечно, главное надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед. Ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательств дел. А все, что нам удалось сделать, это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития. Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножать уже достигнутое за последние годы. Съезд Единой России поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. Кубанские единороссы приняли активное участие в работе съезда в числе делегатов от Краснодарского края глава Анапы Юрий Поляков. Вместе с коллегами он обсудил результаты реализации партийных проектов и задачи на будущее. Сегодня в Анапе есть яркие примеры успешной реализации инициатив Единой России. Например, ДК в Виноградном отремонтирован на средства проекта местный дом культуры. Мы вошли в эту программу единственной в Анапском районе. Два миллиона – это просто сказочная, фантастическая абсолютно цифра. Не верили мы, что нам так повезло. Но, да, действительно, деньги были выделены. Выделены деньги. Другие постарались сразу же подготовить документацию именно на приобретение самого необходимого для того, чтобы выступления казались с каждым разом все более современными, все более красивыми, профессионально подготовленными правильно. Данный проект местный дом культуры подразумевает с собой финансирование местным бюджетом 10%. Это очень выгодно для муниципалитета. Самая основная задача – это собрать правильно пакет документов и суметь его подать в определенные сроки. Еще один важный для Анапы проект – городская среда. Глава курорта ставит задачу – собрать необходимый пакет документов и подать заявку на участие в нем. Многие дворовые территории, городские и общественные пространства нуждаются в улучшении. Депутаты местного совета вместе с общественниками ведут организационную работу. Финансирование осуществляется в основном за счет федерального бюджета, но там есть еще софинансирование регионального. И один из первых требований этой программы – это участие непосредственно жителей. Не обязательно финансовое участие, но если, например, внутридворовая территория принадлежит этим жителям на общедалевой собственности, то они будут участвовать в этой программе, но чисто символически, вполне возможно, до 5%. Но это тоже очень хорошо. Решение конкретных проблем на системной основе – вот что дают партийные проекты. Их цель – создать комфортные условия для жизни людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова